Всем привет дорогие друзья и в сегодняшнем нашем обзоре я хочу вас детально познакомить с умным выключателем без нулевой линии. А значит мы просто демонтируем старый неумный, вставляем этот умный, никаких переделок, проводов, вообще по сути знаний в электрике вообще не надо. Это сенсорный выключатель на две линии, правда все бывает на одну, две или три. Работает по протоколу ZigBee. Показать его возможности как в мобильном приложении Туя, так и в работе системы умного дома Home Assist, а также прокинуть его через IBM QTT. Давайте его разберем. Компания-производитель товаров для умного дома Moes, как всегда, ответственно подходит к упаковке своего товара. В верхней части схематически у нас отображен наш выключатель и протокол работы. На задней части цвет выбранный доступен белый, черный и золотой, а также количество линий управления. Одна, два, три. Максимальная нагрузка 600 Ватт для обычной лампы и 120 Ватт для LED. Запакован достаточно надежный, переживать за доставку не стоит. В комплекте у нас находится инструкция, два винта для крепления, ну и соответственно сам выключатель. Инструкция на немецком и английском языках, все достаточно подробно и четко описано. Да и на качество полиграфии тоже не поскупились. Цвет акриловой панели можно выбрать черный, золотой или белый, как в моем случае. Количество сенсорных кнопок включения также будет изменяться в зависимости от выбранного количества линий. В моем случае это две сенсорные кнопки. Вверху верхней части значок сопряжения Zigbee. Само посадочное место неглубокое, всего лишь 2,4 см. Без проблем войдет даже в маленький подрозетник. На задней части характеристики устройства и подписи к клеммным колодкам. У меня на две линии, но подключать предлагают к L1 и L3 вместо ожидаемой L2. Вход нулевой линии присутствует, но если у вас его нет, то подключать не надо. Это так сказать опция. Расщелкиваем верхнюю часть. Это делается с неплохим усилием. На обратной стороне акриловой подложки в точках касания сенсорных кнопок наклеены круглые подложки для лучшего контакта акриловой поверхности к сенсорным кнопкам. Сама поверхность сенсорных кнопок довольно большая. Тут я даже не знаю, зачем производители подобного рода выключателей делают круглым виртуальный выключатель, когда площади намного-намного больше. Умная и силовая часть без проблем разъединяются. 8-пиновое контактное соединение. За умность устройства отвечает модуль ZS3L, который оснащен 32-разрядным маломощным ядром IRAM Cortex-M33 с трактовой частотой 80 МГц, 768 кБ флэш-памяти и 64 кБ о зуб-памяти. Настоянную силовую часть, для этого крышем три винтика, которые удерживают плату, монтаж элементов довольно качественный. Несмытого флюса я особо не заметил. Припоя также не поскупили. Все дорожки нормально пропаяны, даже так, которые не используются тоже. Вместо реле тут используется семистр BTA16600CV. Максимальный долговременный ток 16 А, максимальный импульсивный ток до 160 А, максимальное обживание 600 В. Для каждой линии используется свой семистр. Радиатор также присутствует. С монтажом справится и подросток. Тут ничего сложного нет. Отключаем автоматное освещение этой комнаты и демонтируем старый выключатель. Тот, который у нас был не очень умным. В моем случае, так как выключатель на две линии и нет нулевого провода, то мы видим три провода в нашей коробке. Один из этих проводов фаза, который мы сможем найти с помощью такой вот небольшой отверточки. У меня это коричневый провод. Все остальные у нас идут на, посредственно, не на светильнике. Основная фаза вот, коричневая. Прикручиваем наш выключатель к подрозетнику и защелкиваем переднюю паноль. Все работает. Переводим выключатель в режим сопряжения. Для этого в течение 7 секунд удерживаем левую сенсорную кнопку, пока подсветка кнопок не начнет моргать. Так как выключатель у нас работает, протоколы ZigBee и ZigBee, то для подключения нам будет необходим ZigBee шлюз. Ссылка на него вы найдете в описании под видео. Открываем приложение ToySmart. На смартфоне выполняем поиск новых устройств. Выбираем наш ZigBee шлюз для подключения. Спускай несколько секунд наше устройство будет успешно добавлено NewHWZ ZigBee 2 линии. С главного экрана можно без проблем также управлять включением и выключением. Не заходя внутрь плагина. Статус устройства включено или выключено также передается. Перейдя внутрь плагина, видим от 1 до 3 выключателей, в зависимости от того, на сколько линии выключатель вы купили. В моем случае две виртуальные клавиши с индикацией работы. Индикация будет меняться при любом физическом включении или выключении. Вне зависимости, делайте это непосредственно кнопкой на смартфоне, на выключателе или же с автоматизацией. В нижней части экрана находятся кнопки одновременного включения или выключения всех линий. Это достаточно удобно, когда надо выключить или включить освещение полностью. Тут же в нижней части есть кнопка установки таймеров и настроек. Перейдя в таймеры, мы можем создать различные таймеры для каждой линии с возможностью повторения по дням недели и указанием включать или выключать свет. В настройках мы можем выбрать, как поведет себя выключатель после отключения электроэнергии. Я рекомендую ставить последнее состояние, а также изменить логику работы кнопки подсветки выключателя или даже выключить ее. В глобальных настройках мы видим, что устройство поддерживает работу с Алисой. Обновлений на момент съемки обзора нет. Версия 1.0.0. Версия модуля ZGB 1.0.2. Автоматизация зависит только от вашей фантазии и доступных умных устройств. Я предлагаю сделать автоматизацию по датчику движения в период ночного времени суток. До этого переходим в раздел «Сценариев» и создаем новый сценарий. Убираем при изменении статуса устройства, где выбираем нужный нам датчик движения. Выбираем пир и выбираем меню «Обнаружено движение человека». И давайте выберем срок действия на весь день. Зачем нам свет? Срок действия выбираем ночь от заката до рассвета. И теперь добавляем задачу на включение освещения. До этого нажимаем плюсик «Запустить устройство». Выбираем наш светильник, выключатель. И далее указываем, какую линию нам включить. Перевод, конечно, странный. Но я думаю, вот «На» это включить. Получается у нас вот такая вот автоматизация. Далее можно создать вторую. Если не было движения более двух минут, свет выключить. Пока систему умного дома Home Assist, можем пробросить стандартные грации Туя. Для этого добавляем устройство и перезвижаем интеграцию Туя. Как видите, устройство у нас появилось. И доступно к добавлению на панель Levelace. Управлять мы можем отдельно каждую из линий. Также получая статус устройства «Включено или выключено». Из настроек доступна возможность отключения подсветки и выбор режима работы после пропажи электричества. На панели Levelace это выглядит вот так. Если у вас есть ZigBee координатор, то можно подключить выключатель для управления в обход всех внешних серверов. Для этого используем ZigBee Tooling Mute T. Версия на момент создания обзора 1.2301. Выполняем поиск устройств. И через несколько секунд наш выключатель будет найден. Так что без проблем можем отвязывать выключатель от внешних серверов Туя и создавать локальные автоматизации, которые не будут требовать наличия интернета в умном доме. К покупке выключатель могу рекомендовать. Сделан достаточно качественно. Подключение простое. А самое главное не требует наличия нулевой линии. И может быть установлен вместо простого выключателя без каких-либо проблем. Не надо искать куда притулить конденсатор. Плюс также отнесу к нему полные беззвучности работы устройства. Ну то есть у нас нет реле, соответственно клацать это тоже нечему. Очень пробросывается просто в альтернативные системы экосистем умного дома типа Home Assist. А также судя по комментариев у продавца управляется велосовым помощником Алиса. Все ссылки на товар вы найдете в описании под видео. Там же ссылки на группы в социальных сетях и телеграм-канал. Где вы найдете не только интересное устройство умного и не очень дома. А также новинки, купоны, интересные акции, скидки. А в телеграм-канале еще ответы на ваши вопросы большим сообществом. Всем всего хорошего, пока-пока. Я надеюсь видео было для вас полезным. Вы также не забывайте еще поставить лайк, если вам понравилось. И подписаться на канал. Пока-пока.